Мэр Дент, знаешь, я всегда думал, что Харви победит, но не так. Победит по умолчанию, возможно, он злится из-за того, что не получил Лавру честным путём. Всё будет хорошо. Ты этого не знаешь. Мне просто всё интересно. Почему ты это сделал? Ты был нужен Харви, почему ты спас меня? Я сейчас всё объясню. Короче, я тебе всё объясняю. Значит, я записала уже первые 30 минут третьего эпизода, но, к сожалению, опять без звука. И мать его, дальше я пошла, короче, искать сохранение, чтобы нахер их удалить с третьего эпизода. Но ничего не нашла. Обыскала всё, потому что винта у меня перестанавливалась несколько раз. Найти что-то нереальное. Всё обыскала, но не нашла, не удалила. Хорошо, я решила начать новое сохранение. Просто показать тебе начало. Буквально первые 30 минут этого эпизода. Я не ожидала, что сейчас всё будет по-другому. То есть мой выбор здесь не учитывается. Тут абсолютно другой выбор. Мы спасли Селину и Харливи и ёбнули по башке чем-то. Они сейчас идут в больницу. Там, где я играю, Селина не пришла, потому что Селина ранена, это ясно. И Харви, не зная этого, обиделся на Селину. Что дальше будет происходить? Я не знаю, ребят, но различия будут колоссальные. То есть я видела... Да, есть разные варианты событий реальной. Игра меняется. Но, в принципе, мы сейчас идём к Харви. Он не умер. Всё хорошо. Продолжаем. Но это не то, что у нас будет, поверьте. То, что вы сейчас видите, это просто основная цепочка событий. Я буду говорить, где она не сходится, да, и что было в нашей части настоящей. А с определённого места мы вернёмся и будем продолжать свою игру. Ну, я должна вам показать начало. Я не могу этого посидеть. У меня получилось просто так. Я, к сожалению, не смогла ничего сделать. Очень жаль. Очень-очень расстроилась. И мы вам отвечать, что хотим. Вот просто я буду тыкать, ребят, не важно. Нет, не обязан. Я буду просто тыкать. Тут не важно. Мне кажется, я не смогу. О чём ты говоришь? Я не могу видеть, как... Я просто не могу, ладно? Нужна ему. Сейчас ты очень нужна, Харви. Сделай это для него. Прости, Брюс. Я хотела, но... Ты можешь. Он здесь из-за меня. Нечего сказать ему, чтобы изменить это. Пожалуйста, Брюс, не говори ему, что я была здесь. Не думаю, что он поймёт. Готэм ещё не отправился. Короче, смысл в том, что этот букет Брюс сам в прошлый раз притащил. Не было Селины в принципе. Он не видел Селины. Не виделся с ней. И Харви не выглядел вот как двуликий, кстати говоря. Выглядит он сейчас как раз как двуликий. Мы спасли Харви, и Харви выглядел совсем нормально. То, что Харви сейчас реально выглядит как двуликий, это... Для меня большое сейчас удивление. Они всё время завёртывали меня. Всё жутко немело. Может, это не так плохо? Я имею в виду, семья, быстро исцеляться. Считаю только, что... Ну, пофигу. Мы отвечаем, чё? Чё вот отвечаем? Считается только то, что внутри. Ты всегда будешь для меня красивым, Харви. Как обычно говорят, девушка, которую никто не пригласил на выпускной. Хотя я ценю твои старания. Что у тебя там? Я принёс тебе немного цветов. Хотя я вижу, что я не первый. Мать и секретарь, что мечта каждого больного мальчика. Диалоги повторяются. Женщина, которая, я так и думал, не придёт, она даже не позвонила. То есть Сильина не появилась. Я думал, что она хотела придёт поздравить меня. Полагаю, мы были не так близки. Забудь о ней, короче. Возможно, она просто занята, и у неё не было возможности прийти. Она даст о себе знать. Тебе легко быть оптимистом, когда это касается женщин? Никто никогда не знает, никто никогда не потеряет номер Брюса Уэйна. Однако я рад, что ты здесь. Ты просто бесит сидеть здесь и ничего не делать, и думать о том, что произошло. Хотел бы я заставить себя полностью выключить это, наблюдать запись и падать снова и снова. Я проповедовал о том, как какой-то отличный парень потом получил по голове. Это моя вина. То, что ты сделал во время дебата для меня, мне жаль, что ты оказался в такой ситуации. Я был беспомощен, я не смог ничего сделать. Диалоги повторяются немного. Выключаем телевизор, я и в прошлый раз тоже выключила телевизор для Харви. Харви скажет сейчас спасибо нам. Спасибо, но то, что они сделали с Хиллом, с ведущим, мне придется теперь с этим жить. Но ты их слышал, пингвины, этот маньяк на экране. Это еще не конец. Мне нужно определить их. Они пытаются быть осторожны. Бэтмен не дал им убить себя той ночи. Они попытались снова. Я не буду спрятаться от них, Брюс. Во время сегодняшней речи они будут знать, где я нахожусь. Подожди, сегодня я думал, нужно восстановиться. Моя секретарь уже на пути, чтобы забрать меня. Из-за выборов я смог уговорить врачей выписать меня пораньше. А вот, кстати, в прошлый раз доктор говорил о том, что прям ему не стоит выходить, потому что у него после в сыворотке могут активироваться какие-то его худшие качества. И Брюс ему опять же посоветовал здесь, с татсмой ему посоветовали. Но в итоге Харви, как говорится, нахер кого послушал. Я знаю, как ты любил отца, и эти дебаты были сложными для меня, и это тебя тоже. Да про отца, то что... Они с Брюсом не похожи. Действительно, они были друзьями с Освальдом все детство. Слушай, я был ужасным другом тебе. Я так сосредоточился на кампании, я думал, что отдалюсь от тебя, а то у меня будет шанс. На самом деле, мы его прощаем. Спасибо, Харви. Мы тебя прощаем. Я тоже самое отвечаю, и в прошлый раз такие же были варианты ответов. Кроме Селина, кстати говоря. Что это? Это Бэт-знак. То есть, основная цепочка событий, она не меняется, это естественно. Единственное, кстати, в прошлый раз, это был в другом углу, кстати, экрана. Сообщение о Альфреда. Это Альфред. С ним все в порядке? Да-да, ему просто нужно поговорить со мной. Конечно, давай. Мне показалось в этот момент, что Харви немного обиделся, кстати. Говорю, слушайте, у меня сейчас есть реальный шанс не то, чтобы читать диалоги. Отдыхай, Харви. А сколько вот, знаешь, комментировать то, что я уже читала. То есть, ты можешь читать, в принципе, в этот момент, а я могу тебе комментировать. Сейчас Харви опять включит телевизор и... Пу-пу-пум. Я зеваюсь. Черт возьми. Зеваю вообще ужасно, потому что, ну, уже устала. Ну, ты представляешь, сидела, писала. С таким энтузиазмом. Думаю, еще одну игрушку запишу. Надо было записать. Подразделение 6. Преследую подозреваемых. Это дети Архэма? Можете подтвердить? Никак нет, они открывают огонь по нам, как только мы приближаемся. Понял, не упускайте их, что-нибудь придумаем. Ничего помощи не помешало бы, держитесь там. Они знают, что мы будем там, Джим, у нас не хватило ФЦРов, чтобы справиться с этим. Слушай, Глория, не хватает людей, я сделаю все, что смогу. О! Мне нужно идти. Это вообще ужасно. Если дашь мне номер, я буду использовать более лучшие методы. Я рад, что это привлекло твое внимание. У меня маловато вариантов. Хорошая идея, это сработало. Я здесь. Я ценю все в хаосе. Я лучше арестую тебя, чем приму от тебя помощь, но правда, что мы в отчаянии. Я предлагаю перемирие просто на сегодня. Веди в меня курс дела. Короче, вот эта баба, которая вкололи и выстрелила в фальконы, она поехала... Она поехала, значит, мстить, поехала за главарезами. Это за детьми Архема. Вот. И она одна поехала туда, без прикрытия. Она его не послушалась. Мы обвиняем, в принципе, Гордона в том, что он ее упустил. Дети, короче, Архем, они реально везде. Откуда, черт возьми, они не появились? Мы указываем на Коббл Потта, чтобы его допросили, чтобы его искали, чтобы так далее. Я не знаю в прошлый раз, зачем мне это сделало, но я отвечаю сейчас так же. Гордон, это Шульц, прием. Гордон на связи. У нас возникла проблема с мэром. Что случилось? Он в порядке? Я не знаю, мы его потеряли. Сейчас, короче, вот как раз мэр выехал со своих экспертажей. То есть у нас образуются, в принципе, два дела. Васти Монтой и Дента каким-то образом. Мы должны выбрать, кого спасать, кому ехать. Сейчас, короче, я тебе все расскажу. Значит, мы звоним Альфреду по поводу дронов. Люцус, наш техник, скажем так, техник. Энтерпрайзис, короче. Дай мне минуту. Я немного занят. Короче, он делает нам все эти штучки-дрючки-приборючки, потому что Альфред, ну сам понимаешь, ну вообще уже не в теме давно. Ну, не отличит, не знаю, там, компьютер от мегалоновки. Вот. И, собственно, Люцус говорит нам сейчас о том, что у нас готов новый вот этот летающий аппарат. Только вот дрон. Только вот наш был с видео, а этот еще и со звуком. И до 500 ярдов, по-моему, может улавливать звук. Поэтому мы сейчас будем пробовать эту штуку. Монтоя вот видели в пересекающий мост. А, собственно... А Харви куда-то, короче, поехал. Вот. Собственно, мы сейчас послушаем, где Монтоя. Это Монтоя. Не очень много времени, чтобы все это рассуждать. Они сказали, что это сделать надо сегодня, значит, это должно быть сделано. Если хотите спорить с ними, то, пожалуйста. Просто следите за тем копом. Всем спор... Это Монтоя. Пошла перестрелка. То есть, вряд ли... Мои предположения в тот момент. Вряд ли Монтоя еще, в принципе, выжила. Что с Дентом? Если с Дентом все хорошо, значит, мы едем к Монтою. Просто забудьте об этом. Лучше уже не будет. Но у вас идет кровь. Вот этого не было. Да пусть Готэм увидит это. Это? Я же сказал, все в порядке. Эта машина преследует нас в самой больнице. Боже, он пытается столкнуть нас с дороги. Вот, и получается, Харви находится сейчас в опасности. И мы сейчас поедем к Харви, потому что я посчитала тогда, что Монтоя уже нахер убили, а Харви еще жив, и он нам понадобится. Я направлюсь к Денту. Ну, кстати, интересно увидеть немножко другую сторону медали, потому что... Дальше ты будешь что-то в моих видео видеть. Дент совсем по-другому. Он не будет уже таким двуликим, он будет нормальным. Я не знаю, где это должно с ним случиться тогда, если он... Эпизод 3. Подразделение 6 запрашивает подкрепление. То есть к Монтое они собираются, вот как раз, гордно. Новый мировой порядок. Но здесь серьезная ситуация. Несколько вооруженных подозреваемых. Короче, все печально. Печально, потому что мы пропустили Дашкины охрененные... Зачивы. Зачивы. Зачитание, короче, текстов. У меня хорошо получалось. Нам нужно спешить. А, сейчас будет это. Слушайте, мне не нужны неприятности. Слишком поздно, да. Не нашла сохранение. Представляешь, все папки обрыла. Ну, как ему можно... Не то, что папки. Они же еще, помимо все папки, скрытые там все. Ёб твою мать, думаю, я... Прям расстроился, ты не представляешь. Жесть. Прям жесть. Да, мы сейчас убиваем. Точнее, я убиваю. Тихоньку. Уже сшитый Дент, кстати говоря. Я сейчас буду действовать немножко по-другому. Хочу посмотреть на реакцию. Ничего более. Ударить его. Посмотрим на реакцию Дента и его секретарша. Я потому что его не била, я ему угрожала. Покалечить. Давай посмотрим. Дент, ты вообще, по-моему, там. Это не ответ. Тебе может стать еще намного хуже. Калечь меня сколько хочешь. Прошлый раз он мне особо ничего не сказал. Он сказал, что вся сеть прослушивается и все. Все в порядке. Не трогай нас, черт бы тебя побрал. Теперь я мэр излишней порядки изменится. Начинаю с людей вроде тебя. Тебе грозит опасность. Они придут за тобой. Надо делать вид, что ты заботишься о моей безопасности. В прошлый раз он пожал нам руку, потому что я не использовала насилие. Он говорит, я готов сотрудничать с Бэтменом. Я хочу сотрудничать с Бэтменом. Мы не применяли насилие. В прошлый раз я хочу посмотреть, что стало бы в этот раз, когда мы применяем насилие. Харвис жесть маска, конечно. Я бы его встретила на улице и бах, и мил. Альфред, тоже не перейдем кусок. Да, я в порядке. Они знали, что я приду. Похоже, они узнали о планах полиции. Сложно сказать, как. Мне нужны новые данные о строительной площадке. Передаю. Не двигайся, мы идем за тобой. Все в укрытие. Вам лучше быть внизу. Иду. Короче, Бэт приехал. Все, блядь, счастливы, довольны. Перестрелки уже никакой, к чертовой матери, нету. Куда мы приехали, непонятно зачем. Даже не должен быть здесь, лейтенант. Я это сделала. Крики ему вряд ли помогут. Конечно, не помешала бы твоя помощь минут 10 назад. Я тебе не подчиняюсь. Заткнись, женщина, закрой свою пасть вообще. Отвали, ладно. Скажи мне, что произошло. Они ушли. Забрали одного из наших с собой. Давай, скажи это, что это моя вина. Я пошла за ними. Я попала в засаду. У нее такой акцент мексиканский. Я заставлю их ответить за это. Они смогут уйти просто так. Это Готэм. Это не какая-то сказка. В конце концов, хорошие парни всегда проигрывают. Что ты? Короче, она решила сама разобраться без значка, что вообще не обращать полицию, не дай бог, своими действиями в будущем. Потому что баба будет творить, походу, беспредел, шляться где хочет и делать, что ей вздумается. В общем, этого я немножко боюсь в следующих эпизодах или в следующих сериях. Уже в этом эпизоде. Потому что баба, походу, мешаться будет. Что случилось с Готэмом? Короче, их прослушивают. Дети Архэма в итоге вышли на полицейскую волну и прослушивали, естественно, полицию. А Гордон, ебт. О, что? Как так? Как это возможно, ебт? Как? А вот так вот, блядь, Гордон. Как и Бэтмен это делает? Вот так вот это возможно. Я собираюсь с этим разобраться, сказал Бэтмен. И выебал к себе в нару. А Гордон, блядь, покурил и все. И вот на этом сцена и заканчивается. Меня тоже очень удивило, как я досмотрела, что Гордон докуривает сигарету. Спасибо. Брюс? Связь полиции была взломана. Дети Архэма прослушивали все время. Как? Именно это я пытаюсь выяснить. Я передаю доказательства зашифрованного сигнала связи некого или другого. Но он появится у меня на экране для всех, кто похож на Тарабарщину. Короче, сейчас все это вышлет с Люциусом, да. Сейчас мы будем общаться с Люциусом. Люциус ответит на наши все вопросы. Мне кажется, мы увидели лишь верхушку айсберга. Надеюсь, мы не утонем, наткнушись на него, сэр. Я установил связь с Люциусом. Брюс, вы там? Я просматриваю данные, которые мне передал Архэм. Они запутаны. Я должен знать, что планируют дети Архэма. Как быстро ты сможешь расшифровать их? Это сложно, но я должен взломать их, если вы сможете встретить меня в башне Уэйна. Мы едем все в офис. Уже направляюсь. Едем к себе в офис. Башня Уэйна 729. Обратите внимание, как смотрят на нас люди. Как оглядываются, как презирают нас взглядом. Это же охранники. Никто дверь не открыл. Нахер надо. Еще немного, Люциус. Мы поднялись к себе в кабинет. Есть некоторые аспекты, которые вызывают у меня беспокойство. А там стоит баба. Которая была, например... Мипс. Помню, как его зовут. Брюс. Я не ждала вас встретить. Ой, господи. Да что ж такое-то? Короче. Она что приперлась-то? Приперлась она, потому что она... Председатель Совета Директоров. Директоров Башни Уэйна, да? Короче. Уэйн Энтерпрайзес. Она председатель. И сообщает нам о том, что... Да, ей очень жаль, что наши люди погибли и все дела. Но сообщает нам, что... Будет экстренное заседание Совета. И о котором Брюсу не сообщили. И не сообщили ему потому, что они собираются обсуждать. Выкидывать Брюса на улицу или не выкидывать. Собственно, будущее Брюса будет обсуждать в компании. Брюс говорит, что он не делает ничего плохого. А что это такое? То, что мой отец... Да, отец Брюса это не сам Брюс. Он пытается это рассказать Регине. Регина все понимает, но... Доказать что-то не сможет просто-напросто. Это же совет директоров. Вполне возможно, что они его купрут, хотя это очень... Печально. У Брюса с удовольствием появились по поводу копов. А она все пиздит, 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 пиздит. А ты уже хочешь уйти как бы? Она все разговаривает и разговаривает. Как знаешь? У тебя как бы перемена, но учитель с тобой разговаривает и разговаривает. А ты всего лишь подошел узнать оценку. Все. Вот именно этот тот момент. Я что-то пропустила, но это не особо важно, потому что я вам показываю самое основное, что происходит на данный момент, чтобы не пересказывать это просто-напросто. Люси, сейчас спущусь. Давайте подергаем там. Вес поменяем, как я понимаю. У нас откроется секретная дверь. Почти откроется, но не откроется. Нам еще нужно нажать на кнопочку под столом. А вот теперь дверь откроется. И мы сможем войти. Сейчас нам глазик нас... Он так знаешь, посмотрел, как будто, блядь, его просит оторвать палец просто. И выбросить его. Я не знаю. Боже мой. Опять сетчатка глаз. Боже мой. Ну давайте побыстрее сканируйте мою сетчатку. Я так устал. Вот. Значит, мы поднимаемся к Люсусу. Сейчас будет долгий разговор про то, как это произошло. Что случилось? Он послушал разговоры, беспокоился о нас, ходили слухи, что совет хочет принять меры против вас. Если вы потеряете компанию, Бэтмен также не будет нанесен огромный урон. Бэтмен не перед кем не отчитывается. Все будет хорошо. Ничто не помешает нам, все будет хорошо. Давайте выясним, как дети Архема заполучили вот эту вот, в принципе, сеть. Короче, Уэйн Энтерпрайз телекоммуляционный гигант. Если кто-то был, скажем, создать черный код в системе, ты рассказываешь, что дети Архема заполучили этот код в системе. То есть, дети Архема. Ну а самое интересное, она спрашивает, какую новость хотим, плохую или хорошую? Мы хотим плохую. И плохая новость как раз состоит в том, что Люсус создавал этот черный код. Когда началась ваша миссия в качестве Бэтмена, вам нужно было обозревать весь город. Что ж, этот как узлоупотреблял нашим сигналом Уэйн Энтерпрайз. И но если дети Архема имеют доступ к той же системе, значит, что они знают, кто я на самом деле. Похоже, что они получили доступ только к переговорам полиции, другой активности не так много, то есть не все так страшно. Я скажу Альфреду, чтобы он предупредил Гордона, то, что полиции нужно все это, блин, нахрен порубить. Вот эти вот, то, что мы устанавливаем в мафии с тобой, прослушки, вот это все нужно. Коммутаторы нахер переломать нам все. Причем, я не знаю, как Альфред будет сообщать, это будет очень веселая новость, хотя... Не знаю. Впец вообще. Как, в свою очередь, дети Архема узнали о черном ходе? Тоже интересный вопрос, очень интересный. Я ответил, Хилл забрал мои компьютеры. Вот это я ответила в прошлый раз. Но... Не знаю, вот почему. Сейчас у меня появились подозрения о чём Хилла. У меня всегда были подозрения о чём Хилла, он слишком странный. Странно ввёл себя во время дебатов, очень странно. Нам нужно сейчас спрятать стол. Давайте, короче, спрячем стол сразу. Я не буду тянуть время, он много говорит об этих бэд-штуках. Это маска, он о ней ничего не говорит. Дрон, которым мы не можем пользоваться. Крюк наш. Вот это он посмотрит. То есть, по сути, мы ничем не можем пользоваться. Смотреть тоже я не буду ничего осматривать. Смысла не имеет никакого. Он осмотрит стол, который может спрятать сам себя. Мы сейчас его спрячем. Потому что это наша задача. Давайте мы не будем поговорить с Люцусом. Что-нибудь новое? Это займёт какое-то время. Не волнуйся, я там тебе значится. Тогда что-нибудь выясню. На стол как должно появиться. Ну, то есть, мы должны осмотреть всё по ходу, чтобы появился стол. И предлагаю смотреть оттуда. Тиффани, правда, очень похожа на тебя. А Люку прямо как всегда. Это дети как раз Люциуса. Люциус говорит, что он может доверять только Бэтмену в этом городе. Поэтому, несмотря на то, какая опасная у него работа, он будет с Бэтменом. Здесь не переведённый текст, но это говорит, что это разработки Люциуса. Дрон, который мы не можем использовать ни хрена. И он ещё работает над ним. Какое-то новое урожение, что по-воему... Какое-то главное, какое-то. Оно ещё не готово, но, походу, оно будет. Я вижу уже какие-то пушечки там. Тык-тык-тык-тык, маска. Тепловизор. Я всё время думаю, а кто ему это делает? Он сам это всё делает при мочке. Оказывается, у неё есть Люциус. Она украла его сердце. Она украла сердце Бэтмена. Ха-ха-ха. Как же обидно, ребята? Вы бы знали. Вот реально обидно. Блин, не в первый раз. И меня уже достала немножко эта ситуация. Потому что я записываю достаточно поздно. Поздно, это бомба-липучка, которая имеет большой взрыв ради взрыва. И подрывается дистанционно. Короче, очень-очень обидно. Вот. Мне. Потому что такая ситуация не в первый раз. Исправить что-то нереальное, записываю я. На самом деле, после работы, поверьте, спать я очень сильно хочу. Поэтому сейчас зеваю. Вот. И из-за этого. И переписывать. Уж точно мне не хотелось. Я хотела ещё одну игру записать, честно. У меня были силы. Но сейчас у меня не будет сил. У меня будет, ну, будет записано только одна серия. Хотя я была нацелена на две. Обидно, ужасно. Хоть помада новая. Так, нормально, да, смотрится? Всё, нам отдали. Мы должны вернуться к Бэткомпьютеру и установить дополнительные протоколы безопасности. У вас также будет информация обо всей активности Дети Архема в системе, которую я смог найти. Спасибо, Люциус. Я всегда прикрою вас, Бэтмен. Теперь убирайтесь отсюда, Регина не любит ждать. Всё. Мы поднимаемся наверх. И в принципе, в принципе, вот здесь мы с вами и заканчиваем. Спасибо вам большое за просмотр. Извините, что так получилось. Реально. Ну, я... Понимаешь, как тебе сказать? Мне от того, что обидно, я должна её выпустить. То есть, Бэтмен вышел, я должна уже её выпустить. Но полностью проговаривать всё и так далее, у меня будет уже не такого энтузиазма. Мне есть энтузиазм рассказать тебе? Я надеюсь, несмотря на то, что я не читала, рассказала я более-менее нормально. Надеюсь, удовольствие какое-то ты от просмотра получил. Спасибо тебе ещё раз за просмотр. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте. Всем до следующего видео. Всем пока.